Здравствуйте, меня зовут Шубин Николай, я работаю инженером поддержки в компании GridGain и мой сегодняшний доклад посвящен использованию трейсинга для мониторинга сетевых проблем в Apache Ignite. Важным свойством распределенных систем, позволяющим анализировать их состояние и эффективно решать проблему функционирования вообще и производительности системы в частности, является наблюдаемость или observability. В настоящее время принято реализовывать наблюдаемость при помощи трех основных подходов. Первое, наиболее традиционное, это журналирование, второе это измерение метрики, а третий кит мониторинга распределенных систем это трейсинг. Данный доклад посвящен трейсингу и его применению для решения проблем функционирования кластеров Apache Ignite. Трейсинг отслеживает распространение отдельного пользовательского запроса или системного процесса по мере его прохождения по узлам, составляющим распределенную систему. Трейсинг полезен для понимания того, что происходит в данный момент с кластером, особенно если какие-то пользовательские действия выполняются слишком долго или вообще подвисают. Трейсинг это очень важный инструмент для решения проблем с функционированием кластера и существенно повышает удобство пользования продуктом. В чем отличие трейсинга от традиционных способов анализа производительности и вообще функционирования систем? Дело в том, что и логи и метрики это локальные характеристики, которые показывают состояние и функционирование отдельных узлов. В распределенной же системе очень важно иметь некий инструмент, который показывал бы то, как взаимодействуют разные узлы. И вот таким удобным инструментом является трейсинг. Apache Ignite трассировка основана на стандарте OpenCensus и включена функционал GridGain Control Center. Control Center позволяет как управлять настройками трейсинга, так и собирать и отображать информацию от трейсов. Но также, поскольку реализован некий общий стандарт OpenCensus, то в принципе для сбора трейсов можно пользоваться и сторонними приложениями, такими например как OpenZipkin. Остановимся на ключевых понятиях трейсинга. Одно из ключевых понятий естественно trace. Это некая запись, которая описывает прохождение запроса по всем компонентам системы, принимающим участие в обработке данного запроса. Трейс состоит из так называемых спанов. Спаны организованы в некий ориентированный граф, как видно на данной схеме. Спан это некий именованный кусок работы, характеризующийся временем начала, продолжительности, а также информация о спане может содержать некую дополнительную информацию. Спаны могут быть как корневые, так и дочерние. Корневой спан родительского спана не имеет, дочерние спаны соотнесены с неким спаном, который для них является родительским. Также важным понятием в трейсинге является scope. Scope показывает, к какому API относится данный trace. И тут еще есть одно важное. Свойства у scope, они тоже могут находиться в состоянии вложенности. То есть некий scope рассматривается как бы не сам по себе, а в той мере, в которой он включен в работу некого другого API. И как мы увидим далее, вот это соотношение вложенности scope очень важно и позволяет эффективно отслеживать нужные параметры транзакции для анализа производительности нашей распределенной системы Apache Ignite. Как я уже говорил, trace отображает прохождение запроса в распределенной системе по времени. И поэтому вот мы сейчас видим еще некую схему, где именно как бы временное представление trace отображено более наглядно. То есть мы видим, что родительский span A порождает некий span B. То есть логика работы этой распределенной транзакции переходит в span B, из него некий третий и так далее. А потом возвращается в родительский span и, соответственно, длительность родительского спана, корневого спана A, оно мажорирует, то есть является как бы суммой всех его дочерних спанов. Непосредственно в интерфейсе GridGain Control Center эта схема выглядит примерно таким образом. Мы видим, что для каждого спана, то есть для каждого элемента прохождения транзакции по распределенной системе, у нас отображается длительность и сразу отображается идентификатор узла, на котором этот спан выполняется. Ну и, соответственно, соотношение временные и последовательные спанов, отображенных на этой схеме, позволяют нам анализировать функционирование системы и выявлять некие проблемы, которые могут в ней проявиться. Мотивация использования трейсинга для мониторинга проблем в Apache Ignite такова. Дело в том, что в распределенной системе сетевые задержки могут в каких-то случаях не превышать установленных таймаутов, и таким образом в логах мы не увидим указаний на проблемы с сетью, потому что узел, например, не выйдет из топологии по таймауту. Но, тем не менее, задержка будет достаточной, чтобы оказать существенное влияние на функционирование распределенной системы. Метрики также могут не фиксировать потери пакетов при сетевом взаимодействии. Но, тем не менее, суммарная задержка при сетевом взаимодействии между узлами в распределенной системе может оказать существенное влияние на ее функционирование. С другой стороны, недоступность узла по сети, даже зафиксированной в логах, оно может быть на самом деле отображением не чисто проблем в сетевом взаимодействии, а, например, следствием долгих GVM-пауз на отдельных узлах. И, тем самым, требуется дополнительное усилие для того, чтобы проанализировать конкретную корневую причину сбоя в распределенной системе. Из конкретных последствий, которыми мы сталкивались при эксплуатации кластеров Apache Ignite, были такие, как долгое выполнение транзакции Long Running Transactions или LRT. или, например, совершенно такое, на первый взгляд, неочевидное следствие, как некорректное завершение процесса ребаланса данных. В конкретном, совершенно реальном случае, проблема была вылечена заменой оптического патч-корда. Таким образом, логи и метрики, будучи локальными характеристиками отдельных узлов в распределенной системе, могут нам не помочь или, во всяком случае, сильно осложнить анализ корневой проблемы. И решением, которое позволяет облегчить анализ и сделать эффективным нахождение корневых причин проблем, является трейсинг. Рассмотрим, как отображаются сетевые задержки в трейсах транзакции, которые мы можем отследить при помощи инструмента Grid Gain Control Center. При отсутствии сетевых задержек длительность транзакции мала, то есть она не превышает нескольких миллисекунд. Когда мы на стенде моделируем сетевую задержку, то длительность транзакции увеличивается на порядке. Поскольку мы сами определяем, какую задержку мы вносим, мы сразу видим, что суммарная длительность транзакции в трейсинге становится пропорциональной той длительности сетевой задержки, которую мы внесли на нашем стенде при помощи соответствующего ПО. Если мы развернем как раз трейс транзакции, ту самую временную диаграмму, о которой я говорил ранее, то мы увидим, что между последовательными элементами сетевого взаимодействия, а именно socket write и socket read, каждый из которых занимает менее одной миллисекунды, возникает значительная задержка, которой в корректно работающей системе быть не должно. то есть оно должно быть на уровне тоже нескольких миллисекунд при, еще раз подчеркну, корректном функционировании сетевой подсистемы в кластере. При моделировании задержек промежуток между socket read и socket write увеличивается, как мы видим. Вот socket write идет коротенький, а socket read задержан там на полсекунды. Это как раз и была та самая задержка, которую мы внесли при помощи ПО, которым мы моделировали сетевую задержку в распределенной системе. То программное обеспечение, а именно пакет Clamsi, который мы использовали для моделирования сетевых проблем в распределенной системе, оно позволяет вводить не только помехи в виде задержек при передаче пакетов, но также и позволяет смоделировать вероятностную потерю пакетов. И такого рода проблемы, как показывает следующая картинка, мы тоже можем отследить. Например, поскольку моделируется в данном случае потеря пакетов вероятностная, ну, как оно, собственно, реально обычно и происходит, у нас же не все пакеты теряются, теряется некая часть из них, причем, ну, неким вероятностным образом, то мы видим, что вот часть промежутков между socket write и socket read увеличилась, а какая-то осталась прежней. могут при другой реализации, то есть в другом трейсе, при реализации той же вероятностной потери пакетов, может произойти увеличение промежутка не между первым socket write и socket read, а между вторым или третьим, поскольку, как я подчеркнул, моделирующее ПО в данном случае позволяет изобразить нам именно вероятностную потерю пакета. Но, тем не менее, общая черта, что на какой-то из стадий сетевого взаимодействия промежуток между сетевыми операциями socket write и socket read, оно увеличивается существенным образом. Как нам получить вот такие показательные картинки, позволяющие быстро и эффективно выявить сетевые проблемы при сетевом взаимодействии. В GridGain Control Center настройка конфигурации осуществляется буквально одной кнопкой. Кнопка так и называется Configure Tracing. И здесь мы дальше для анализа именно сетевых проблем мы должны выбрать 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 прежде всего мы должны выбрать прежде всего scope transactions и вложенный в него тут видно слово included и вложенный в него scope communication потому что, если мы попробуем отслеживать все элементы сетевого взаимодействия в кластере, то мы, конечно, за деревьями леса не увидим. Если же мы рассмотрим прежде всего scope transactions то есть и именно прохождение транзакций по распределенной системе и будем дальше рассматривать только те элементы сетевого взаимодействия communication которые относятся к данной транзакции вот тогда мы и получим получим красивую картинку которая наглядно нам сможет выявить сетевые проблемы если таковые действительно присутствуют в нашей распределенной системе те же настройки можно собственно осуществить и при помощи утилиты control sh одной из основных управляющих утилит командной строки вот задать конфигурацию трейсинга выбрать scope tx транзакции и выбрать вложенный scope communication важно еще что что как и всякая диагностика трейсинг естественно не бесплатен в смысле производительности системы то есть само включение любых метрик логов оно в некоторой степени замедляет функционирование любой системы и в случае с трейсингом это все учтено в стандарте open census и реализовано соответственно grid gain control center и мы можем опять таки легким движением установить приемлемую для нас частоту сэмплирования то есть частоту выборки которая с одной стороны не будет оказывать существенного негативного влияния на производительность распределенной системы а с другой стороны позволит нам набрать достаточную статистику и получить как бы достаточное количество трейсов для анализа интересующие нас проблемы и так напомню что ключевым признаком сетевых проблем в распределенной системе Apache Ignite является увеличение промежутков между последовательными socket read и socket write в рамках конкретной транзакции отслеживаемой при помощи нашего замечательного инструмента tracing однако сетевыми проблемами не исчерпываются как бы вообще проблемы в распределенных сетях и также те проблемы корень которых мы можем установить при помощи трейсинга в частности трейсинг может нам понять глубже понять как взаимодействует транзакции которые конкурируют за какие-то ресурсы например транзакции обращающиеся к одному и тому же кэшу могут иметь приблизительно равную длительность но вот понять какая из транзакций блокирует ресурс а которая ожидает высвобождение этой блокировки опять таки может нам помочь трейсинг рассмотрим две транзакции с типом пессимистик но это важно да которые обращаются к одному и тому же кэшу трейсинг в одной транзакции взятие блокировки транзакция блокировки занимает сотни ну десятки допустим сотни миллисекунд а в другой транзакции взятие блокировки требует значительно в разы если не на порядке большего времени и по вот этому различию в трейсах мы можем понять что первая транзакция отображенная на предыдущем рисунке она как раз брала блокировку write-lock а следующая транзакция именно потому что в ней взятие блокировки требовало существенно большего времени она как раз ожидала высвобождение первой транзакции указанного ресурса таким образом трейсы нам позволяют наглядно отличить транзакции которые держат блокировки ну например блокировки на запись каких-то кэшей от тех которые ожидают высвобождение этих ресурсов таким образом трейсинг нам позволяет наглядно идентифицировать корневую причину в случае вполне реальных проблем в продакшн окружении которое сложно идентифицировать другими способами в частности локальными характеристиками метриками логами которые традиционно используются трейсинг исключительно легко настраивается и удобно анализируется grid gain control center который является одной из важнейших компонент проекта grid gain не было одна кнопка configure tracing нам позволяет быстро удобно и эффективно настроить нужное представление трейсов а также достаточно точно и тонко настраивать влияние сбора трейсов на производительность кластер которая задается просто частотой сэмплирования вот и хочу отметить что в рамках работ при подготовке этого доклада было усовершенствование отображения субмиллисекундных интервалов в grid gain control center которая как бы до начала этих работ отображалась не совсем адекватно вот сейчас все работает замечательно и это один из практических результатов работ по подготовке данного доклада ну коротенько пройдусь по тому какой стенд использовался для моделирования сетевых проблем и проблем взаимодействия транзакций связанные с блокировками кластер был развернут в версии grid gain ultimate 8733 было запущено два локальных узла под windows использовалась как версия control center on-premise то есть развернутые на той в той же среде что и серверные узлы либо сетевая версия которую доступ который всем открыт на по адресу портал grid gain ком на портале grid game ком можно как развернуть собственный кластер уже со всеми преимуществами которые дает управление кластером при помощи control center так и подключить к control центру собственный кластер развернутый на своем в своей среде на своем железе или каких других ресурсах отмечу что для сбора трейсов можно также использовать и альтернативное альтернативное программное обеспечение это связано с тем что apache ignite придерживается стандарта open tracing и соответственно одна из реализаций как например open zipkin также может использоваться для сбора трейсов для эмуляции сетевых проблем на стенде использовалась программа clumsy и вот пример настройки фильтра который эмулирует который позволяет эмулировать сетевые проблемы между различными узлами на нашем тестовом стенде на этом у меня все буду рад ответить на вопросы которые у вас возможно возникнут спасибо